Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим блестящий комбинационный дебют, возникающий после ходов CD4-DC5-GF4-CD6. Ну и здесь белые не хотят играть дебют от игры, возникающий после хода BC3-BA5, бой-бой назад. Потому что здесь все варианты довольно-таки известны и избиты. Поэтому белые здесь применяют неожиданную жертву. Ходом DE5 они отдают шашку и играют HG3. Они грозят восстановить неизбежно материальное положение. Здесь, если черные будут играть шаблонно, допустим, сыграют GF6, тогда белые играют DC3. Ну и неизбежно возникает примерно равная позиция. То есть здесь уже надо играть BC7, бой-бой, ну и примерно равное положение возникает. Естественно, после нападения DC3 нельзя играть FE5, потому что белые отдают еще одну шашку и забирают сразу же 3 шашки соперника с выигрышем. Какие еще возможны в этом положении продолжения? Если черные играют BC7, тогда белые играют GH2, ну и здесь возможны два хода. На GF6 или... да, на GF6 играем FE5 и бьем на C3. У белых более приятная позиция. Если же черные, допустим, здесь играют BA5, тогда уже играем FG5, бьем на C3. Ну и снова у белых поприятнее позиция. То есть видите, друзья, после жертвы соперника надо всегда играть активно, иначе инициативу захватит уже ваш соперник. Но все-таки в этом... В этой системе есть интересный ход за черных. BA5. Надо играть белым GH2, единственный ход, и белые грозят сыграть FG5. Черные это видят, но и в большинстве случаев партия здесь протекает следующим образом. Черные проводят комбинацию CB4. Белые обязаны бить E на C5. Ну и после хода AB6 партия неминуемо заканчивается ничьей. Например, побили BC3. Можно бить и на D4, и на B4, без разницы. Все равно здесь белые после комбинации черных DE5 и проходов дамки на поле G1, белые играют AB4 и неминуемо грозят сыграть BC5. Разменять дамку G1 и закончить партию ничьей. Черные еще могут усилиться немножко, напасть на шашку G3, загоняя ее на борт. И затем неминуемо белые все-таки разменивают дамку черных, и партия заканчивается так и не начавшись. Тем не менее, друзья, здесь после хода CB4 черные могут сыграть намного сильнее. Здесь есть два хода. GF6 и DC7. Рассмотрим оба. Ход DC7 чуть послабее, потому что у белых здесь есть несколько продолжений. Наиболее сильнейший ход здесь GH4. Ну и здесь, видите, нельзя черным пытаться выиграть шашку из-за простого FG3. Бой. И AB4. Бой. И белые попадают в дамки. Естественно, так играть нельзя, поэтому ход GF6 здесь единственный. Ну, у белых здесь есть два продолжения. Ход DC3. Наиболее сильнейший. И ход DE3. Это ловушечный ход. На самом деле он проигрывает. Ну, давайте рассмотрим ход DE3. После хода DE3 черным нельзя снова пытаться выиграть шашку ходом DE5, потому что белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Обратите внимание, у черных ослаблено тамочное поле D8. Кроме того, сейчас возник так называемый роздых. То есть черные обязаны будут побить шашку белых C5. Ну, и пользуясь этими обстоятельствами, белые проводят комбинацию. CD2. Бой. И HG5. То есть белые убирают важную шашку черных с поля F6. И затем после хода AB4 проводят свой финальный удар. С выигрышем. Вторая комбинация, возможно, в этой позиции после неосторожного хода черных FE5. Очень красивая тема тоже. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые ставят так называемую присоску или контрудар по-научному CB6. Приходится бить на поле C5. И затем белые играют в ED2. Пропускают черных дамки. Ну, их дамка тут же ловится. И белые сами попадают в дамки. И видите, черным еще и с поля G7 нельзя напасть. Потому что шашка А3 сейчас попадет на поле E7. Остается только сдаться. Вот такие красивые комбинации заготовлены. Но, тем не менее, здесь черные могли сыграть аккуратно АG7. Ну и следующим ходом уже разменяться DE5 и шашка C5 неминуемо гибнет. Поэтому будьте аккуратны. После хода DE3 у черных выиграешь все-таки. И после хода GF6 возможно еще вот такое продолжение. DC3 наиболее сильнейший план. И потом бьем на E3. Бой-бой. У черных страшная позиция, но ничья все-таки есть. Ее важно запомнить, если вы играете этот вариант за черных. FE5, бой-бой. EF4. Это единственная ничья в этом варианте. BC7, FE3. Надо сперва напасть CD6. И затем разменять головую шашку C5 ходом ED6. Ну и здесь у белых преимущество, но выигрыша нет. AB2, AB4 единственный ход. BC3, бой. И бьем назад. Видите, у черных застряла шашка на поле H8. То есть надо играть HG7, грозят сыграть GF6. Белые играют HG5. Ну и здесь все-таки находится тонкая ничья за черных. DC5 единственный ход. Тогда играем ED2. AB6, DC3, BA5, CD2. Естественно, нельзя играть CB4 из-за того, что белые разменяются назад. Ну и оппозиция, видите, в пользу белых. Черным остается только сдаться. Но черные это видят. И здесь жертвуют шашку ходом AB4. Бой. И играют CD4. Ну и как ни странно, выигрыша у белых нет. Например, AB6, DE3, DC3, EF2, BC7. Черные нападают на шашку C3. Надо отходить. И еще раз нападают. Надо уже здесь скидывать лишнюю шашку и нападать. Ну и партия заканчивается ничьей. То есть возникает так называемый вечный шаг. То есть будем нападать тут до посинения, что называется. Так. Ну и еще в этой позиции, естественно, нельзя было играть DE5, потому что черные отдают дамку и забирают сразу же три шашки. Ну это так. Для начинающих, что называется, ударчиков. Вот такая непростая ничья была у черных в этом варианте. Еще в этой позиции возможен ход BC3. Обратите внимание, что самое главное здесь нельзя играть FE3. То есть черные здесь проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черным. Черные отдают две шашки ходом ЕF6. Затем играют CB6. И забирают сразу же четыре шашки соперника с выигрышем. Также здесь, в этой позиции, кроме сильного хода GH4, возможен ход BC3. Тогда черным уже надо играть GF6. Видите, DE5 снова нельзя играть, потому что просто играем CB2. Затем CB4. И белые попадают в дамки. Поэтому приходится играть GF6. Тогда белые играют FE3. Ну и здесь уже можно разменяться ходом DE5. Кажется, что шашка C5 неминуемо гибнет, но это не так. Все-таки ничья за белок есть. Отдаем смело шашку C5 ходом CD6. То есть назад бить бесполезно. Черные бьют вперед. ЕD4 здесь играть плохо. Поэтому, запомните, здесь есть тонкий ход EF4. Ну и здесь уже черным надо быть осторожными. После хода АЖ7. Бой, бой, бой. Белые занимают важное коловое поле. C5. Ну и владеют преимуществом. Поэтому все-таки в этой позиции ход DC7 я бы не рекомендовал. Наиболее интересный ход здесь GF6. Теперь у белых лучший ход здесь FE3. Черные могут сыграть здесь BC7. А также могут сыграть FE5. Вот это продолжение было проанализировано якутским гроссмейстером Гаврилом Колесовым. И здесь он в партии против питерского мастера Руслана Пещерова продемонстрировал красивую комбинацию. В партии Руслан разменялся. ЕD4 бой, бой. И черные сыграли BC7. Белые играют EF2. Строят колоночку. И черные здесь сыграли FG7. Здесь белые попались на комбинацию. То есть надо было играть CB2. А Руслан сыграл GH4. Этот ход уже проигрывает. Ну не проигрывает еще. Но в практической партии здесь скорее всего белые проиграют. Можете также поставить видео на паузу. И попытаться найти красивую комбинацию за черных. Черные отдают одну шашку AB6. Затем еще одну. DC5. И играют EF6. Строят колоночку. Видите, белые обязаны бить A на C5. И затем черные играют FG5. И снимают сразу же 5 шашек соперника. Белые здесь конечно еще могут сопротивляться. Могут поставить дамку. Но после хода HG5 все-таки черные остаются с лишней шашкой. Надо играть HG3. Потому что черные грозили сыграть GF4 и выиграть. Поэтому HG3. Бой. Белые бьют дамкой. И черные остаются с лишней шашкой. Компьютер конечно показывает, что это окончание ничейное. Но не хочется получать такое окончание за белых. Поэтому так играть я не рекомендую. И самый интересный ход в этой позиции был ход CB2. Здесь уже черным надо играть осторожно. Надо играть именно CB6. Тогда BC3. После хода GF6. Белые проводят вот такой размен. DE3. Бой. 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 И здесь у черных есть единственная ничья. Белые оказывают очень сильное давление на позицию черных. Например. FG5. FE5. Надо меняться назад. EF6. И здесь есть два плана игры. FE3. И CD2. Но CD2 более сильный план. То есть после FE3 здесь все быстро заканчивается. Допустим. HG7. И после нападения GF4 черные проводят вот такой размен. С примерно равным эншпилем. А если в этой позиции сыграть допустим не FE3. А CD2. То здесь черным надо делать очень тонкую ничью. Например. DC7. DE3. GH4. Видите белые грозили либо GF4. Либо GH4 напасть. И белые играют EF4. То есть видите у нас отсталая шашка на H2. Поэтому мы строим колоночку. Черным надо меняться CD6. И белые сами меняются ходом FE5. Надо зафиксировать. Не дать белым сыграть ED6 или EF6. После хода AB2 уже здесь можно черным разменяться вперед. Белые играют B3. И черным надо играть либо G6. Либо AB4. Мы рассмотрим ничью после хода AB4. Тогда белые играют ED6. Бой-бой. GF6. Белые идут в дамки CB6. Надо играть FE5. Играем FE3. Не даем сыграть ED4. Ну и после хода ED6. Белые играют B7. Кажется, что у черных неминуемо поражение. Но все-таки ничья есть. Играем DC5. Ну и после того, как белые ставят дамку, здесь надо сделать присоску ходом CD4. Ну и как бы белые не побили, ничья черным гарантирована. Например, ее на C5. Тогда играем EF4. Бой-бой. И обе стороны проходят дамки с ничьей. Это наиболее сильнейшее продолжение в этом варианте. Если же черные в этой позиции вместо CB6 сыграют, допустим, GF6. Тогда здесь уже белые проводят очень красивую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу. Попытайтесь найти комбинацию за белых. Она довольно-таки красивая и нестандартная. Играем DC3. Бой. И затем отдаем еще две шашки. AB4. Бой-бой. Затем играем FE3. Ну и после боя на B4 бьем, что называется, с подвы подвертом. Сперва бьем на F8. Черные обязаны бить. Затем бьем на G7. Черные обязаны бить. И затем бьем на поле А3. Ну и постепенно белые в этой позиции побеждают. Такая интересная комбинация. Здесь, возможно, была в этом варианте. Мы рассмотрели ход в этой позиции FE5. Также у черных есть интересный ход BC7. Тоже очень сильное продолжение. Ну и в этой позиции белым надо играть BC3. Тогда черные... Ну, здесь, например, в партии Косенко-Кондраченко. Блиц в 2007 году. Проходила данная партия. И здесь гроссмейстер Косенко мог проиграть. Ну, в принципе, он и проиграл. То есть в партии Евгений сыграл CB6. То есть грозя сыграть BC3. Но этот ход выпускает выигрыш. Потому что белые могли сыграть BC3. И эту позицию мы еще рассмотрим. Здесь у белых не хуже. А в этой позиции можно было за черных выиграть. То есть надо было сыграть HG5. И затем разменяться ходом BC3. Ну и несмотря на кажущуюся простоту, ничьей у белых нет. Возможно, два варианта. После CD2. Размен. Черные играют HG7. Грозят сыграть ЕF4. Поэтому белым надо меняться. У Ж4 нельзя было играть. Потому что черные выиграли бы шашку ходом CB6. Естественно, так играть нельзя. Поэтому Ж4. Но здесь у черных выигрыш. Форсированный. То есть два нападения. FG5 надо закрываться. И CB6. И белым остается только сдаться. Второй ход, возможный в этой позиции. Это ход ЕD2. Здесь выигрыш немножко другой. То есть бой-бой. Снова играем HG7. Грозим сыграть. ЕF4. GH4. Снова нельзя из-за CB6. Поэтому бой GF4. Теперь черные нападают ходом CB6. Надо меняться. Другого нет. FE5. И черные бьют B на D4. Бой-бой. Тогда черные играют FE5. И видите, хода DE3 нет. Из-за того, что черные пожертвуют шашку. И затем беспрепятственно пройдут в дамки. Ну а если белые, допустим, в этой позиции играют CB4. Тогда черные играют ED6. Ну и постепенно прорываются на ослабленном правом фланге белых. Например, BA3 AB6. AB2 GF6. Белые нападают. Черные закрываются. Ну и допустим, после B3 уже идет неминуемый прорыв. И белым остается только сдаться. В партии же Евгений сыграл не точно. Сыграл CB6 в этой позиции. И белые здесь снова ошиблись. Гроссмейстер Косенко сыграл DC3. И побил на E3. И здесь черные провели несложную комбинацию. Отдаем одну шашку HG5. Затем еще одну FE5. Бьем сперва на поле G5. И затем смело снимаем три шашки соперника. У черных остается здоровая лишняя единица. Какие еще возможны варианты в этой позиции. То есть E4 мы рассмотрели. Это ход проигрывает. Также здесь слабо играть EF2. Сейчас вы увидите анализ бурятского гроссмейстера Баира Ринчинова. Который, кстати, недавно занял третье место в классике по чемпионате по русским шашкам. В чемпионате России. Молодец. Поздравляю. Черная здесь игра от FG7. Ну и здесь после хода BC3 черная игра от FG5. У черных есть три ответа. CD4, CB2 и AB2. Давайте рассмотрим все. После хода CD4 белые неминуемо проигрывают. Черные здесь проводят красивую комбинацию. Можете поставить. Так. Ну сперва закрываем. Закрываем. Связываем центр белый ходом CB6. Ну и после неминуемого хода GH4. Здесь уже черные проводят красивую комбинацию. То есть отдаем одну шашку. EF6. Затем играем DC7. Бой. И здесь после боя назад черные могут побить в нескольких продолжениях. Но красивее всего побить 6 шашек соперника. Вот таким образом. То есть два раза перескакиваем через поле E5. В данном случае это можно. Видите друзья. Возник так называемый турецкий удар. То есть через одно поле два раза перескакивать можно. Через одну шашку нет. После хода CB2 здесь также белые проигрывают. То есть черные проводят такую комбинацию. Играем EF6. Затем CB6. И неминуемо подрываем поле E3. То есть как бы белые здесь не били. Бьем сперва на D4. И затем черные красиво снимают 5 шашек соперника. Что называется загребущими руками. Ну и последнее продолжение. В этой позиции ход AB2. Здесь все-таки белые могут достичь ничьей точной игрой. Тогда черные снова проводят эту комбинацию. EF6 и CB6. Бой-бой. Здесь уже белым надо побить на поле E5. И затем черные прорываются в дамки. Белые отдают шашку. Ну и здесь возникает эншпиль с лишней шашкой у черных. То есть так играть я бы тоже не рекомендовал за белых. Это продолжение слабое. Скорее всего белые здесь проиграют в эншпиле. То есть друзья, после хода BC7 играть EF2 и ED4 плохо. Лучше всего в этой позиции играть BC3. Теперь черные нападают и белым надо закрываться ED4. Ну и в этой позиции черным лучше всего упростить позицию. То есть сыграть FE5. А вот ход FG7 уже здесь хуже. То есть белые получают очень большое преимущество. Играем AB2. То есть видите, возникает такая непонятная позиция на первый взгляд. У кого лучше вообще. Кто кого связывает непонятно. Ну и здесь все-таки связки сказываются в пользу белых. Например, FE5. Бой. Черные бьют E на E3. И белые бьют на E7. Бой на F6. И здесь лучше всего побить на C5. Тогда черные бьют на D4. И белым лучше всего побить на F4. Вот такой точный порядок ходов. И здесь также возникает неприятное до черных окончания. FE5 единственный ход. И надо проводить комбинацию. AB6. Бой. И BC5. Бой. Бой. Белые рвутся в дамки. Черные играют HG5. Белые DC7. Надо разменяться. Ну и здесь снова видите окончание очень неприятное. То есть у белых три шашки. У черных дамка по большой дороге. Но здесь мешает своя же шашка на поле H8. Поэтому окончание тоже здесь довольно-таки неприятное. Ничья есть. Но так играть не хочется. Также белые могли побить и на поле E5. То есть здесь тоже очень сильное продолжение. Можно играть таким образом. У черных единственный ход GF6. Нападать пока нельзя. И белые играют ED2. Теперь черным нельзя нападать FG5. Потому что белые сыграют DC3. Ну и здесь видите шашка белых неминуемо проходит в дамке. Либо на D8, либо на F8. Черные здесь защититься не могут. Но здесь черным надо сыграть HG7. Здесь все-таки ничья еще возможна. Очень тонкая жертва. После хода FG5 надо сыграть FG5. И напасть GH4. Белые отходят. И черные снова нападают. Белые играют DE3. И полностью занимают центр. Но все-таки ничья еще возможна за черных. Надо сыграть GF6. Тогда CD2. AB6 DE3. BC5. BA3. FG5. Белые играют FE5. Ну и после хода GH4 играют EF4. Здесь можно конечно и HG5 пожертвовать. Но лучше всего сыграть HG3. И затем сыграть HG5. Здесь еще есть ничья за черных. Белые отжертвуют обратно лишнюю шашку. И играют HG3. Ну и здесь надо правильно еще сыграть за черных. ED6. И после хода GF4 отдать шашку AB4. И сыграть CD4. Ну и ничья еще возможна. Например, AB4. Отдаем шашку DC5. И неминуемо занимаем большую дорогу с ничьей. Но черные здесь еще могли ошибиться. То есть если бы они сыграли EF6. Здесь уже ничьей как ни странно нет. Белые играют GF4. Ну и после хода AB4 и хода CD4. Белые AB4 ведет к ничьей. А вот ход Fe5 здесь выигрывает. То есть надо отдавать шашку в эту сторону. Ну сюда играть бесполезно. Потому что белые сыграют AB6. Проведут все три шашки в дамке. И владея большой дорогой построят треугольник Петрова. Поэтому черным надо отдавать шашку в эту сторону. И играть GF4. Ну тогда белые играют AB6. Ну и после хода Fe3 играют AB4. Надо играть EF2. Другого нет. Белые играют BA7. Ну и ставить дамку некуда. То есть на такой ход ловим дамку таким образом. А если черные ставят на E1. Тогда играем B5. С выигрышем. Разобрали этот вариант. То есть FG7 здесь играть хуже. В этой позиции надо было сыграть Fe5. Наиболее точное продолжение. Затем бьем на E3. Белые бьют на E7. Черные бьют на F6. Ну и здесь еще черные давят. То есть поль слеп боя на C5. Бьем на B2. Надо бить на F4. Играем FG5. Бой. Бой. И белые отыгрывают шашку ходом ED2. Не надо отдавать шашку EF2. Надо сыграть HG7 и GF6. Видите у белых застряла шашка на поле H2. Поэтому преимущество у черных. Но ничья все-таки у белых есть. Например CD4 FG5. Fe5. GH4. Надо отходить. И черным надо играть Fe7. Тогда белые играют Dc5. Ну и после хода HG3. Все-таки ничья у белых есть. Играем CD2. Ну и здесь возможны два варианта. Если черные рвутся в дамки. Тогда откидываем обратно черных. И играем DE3. Ну и ничья. То есть размены EF6. Играем ED4. И партия заканчивается ничьей. У белых очень мощный центр. Если же черные здесь еще продолжают давление. Например размениваются EF6. Тогда играем DE3. Точный ход. И затем EF4. Ну и также здесь возникает равная позиция. Друзья. Сегодня мы с вами рассмотрели. Очень непростой комбинационный дебют. Впервые вот эту жертву DE5 открыл ростовский шашист Павел. По-моему Павел или Петр Мазурок. А многие варианты вот в этом дебюте были проанализированы белорусским гроссмейстером Евгением Кондриченко. Поэтому друзья я предлагаю называть вот этот дебют Гамбит Мазурка Кондриченко. То есть отдать должное Евгению Кондриченко. Он внес огромный клад в теорию русских шашек. И я считаю что он достоин чтобы в честь него назвали хотя бы один дебют. Напишите согласны ли вы с этим утверждением. Или считаете что он не достоин этого. Естественно я думаю что Евгений будет отнекиваться. Так как он скромный. Но я бы честно говоря называл вот этот дебют Гамбит Мазурка Кондриченко. Именно Гамбит друзья. Потому что жертв русских шашках много. А дебютная жертва называется все таки Гамбит правильно. До свидания друзья. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Поддержите мое творчество. Подписывайтесь на канал. Устал сегодня. Четыре часа. Потребовалось интенсивной работы. Чтобы записать данное видео. Поэтому поддержите меня. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok